В 2015 году исполнилось 25 лет моей политической деятельности. В 1990 году я стал депутатом Московского городского совета, случайно, можно сказать, победив на выборах. Просто такая волна настроений была, всех поменять, ну вот и поменяли. И я в 1990 году перешел на постоянную работу в Московский городской совет народных депутатов и проработал там до государственного переворота 1993 года, пережив переворот также и 1991 года. И вот с тех пор занимаюсь политикой в разных аспектах. Сначала занимался реальной политикой как народный депутат, потом после расстрела парламента и изгнания из Московского совета работал как политический аналитик, как политический технолог, когда перешел на работу в Конгресс русских общин. Потом снова в 2003 году стал действующим политиком, приняв участие в выборах и став депутатом Государственной Думы от блока Родина. После того, как в 2006 году Родина закончилась, в 2007 году закончились мои депутатские полномочия, я перешел снова в сферу больше интеллектуальную, но с 2007 года продолжает действовать политическая партия «Великая Россия», которую я возглавляю. Таким образом, я сочетаю научную публицистику в области политических наук с реальной политикой, которая, конечно, не самоштабна государству, но по крайней мере самоштабна моей возможности в политике участвовать, не погрешив против своей совести. Ну, если бы погрешил, может быть, я пошел бы куда-то в высокие круги обслуживающего персонала нынешней администрации, президента или правительства, в каких-то там кругах приближенных к ныне действующей власти. Ну, я не хочу этим людям помогать ни в чем. И чем хуже они управляют страной, тем правильнее их оценка со стороны народа. Если народ пока еще не готов к таким оценкам, ну, что же делать? Вот я прожил эти 25 лет, как я полагаю, совершая, конечно, ошибки, где-то в чем-то будучи наивным, но я стремился к тому, чтобы все-таки осмысливать происходящее не просто как обыватель, не как баба Дуся с кухней, а как человек, которого готовили к интеллектуальной работе, который имел до этого опыт интеллектуальной работы. Закончил я Московский физико-технический институт и проработал 5 лет в физической лаборатории, защитил диссертацию кандидата в физмат-наук. Ну, вот потом сменил профессию в связи с теми запросами дня, которые на тот момент были. И был все это время, и остаюсь со своей стороной, со своим народом. Ни в коем случае не используя превратности судьбы для того, чтобы перескочить на какую-то карьерную ступеньку. И вот сегодня я хотел бы еще одну дату осветить. Это 20 лет выпуска моей первой книги. Я хотел сделать такой обзор своей деятельности, именно книжной. Потому что статей написано в море, несколько сотен. И, честно говоря, писать статьи уже совершенно неохота, ни к чему и не нужно. Ну, так вот, я выложил в ряд все свое богатство. Все книги, которые были изданы за 20 лет, не все, конечно, нашел. Из тех сборников, которые удавалось выпускать, или небольших брошюр, ну, вот получилось здесь много. Много. Некоторые книги были переизданы в лучшей форме. Ну, вот практически все здесь есть. Ну, за малым исключением, может быть, там, пара сборников, пара книг не дошли вот до моего книжного хранилища. Вот. Начнем с 95-го года, когда была издана моя книга «Ментешная менталатура» под псевдонимом Андрей Кольев, потому что, понимаете, тогда правительство Лужкова продолжало дело Ельцина. И, в общем-то, после 93-го года произошли очень существенные изменения. 93-й год был переломным, и я своими глазами увидел то, что осмыслил, конечно, позже. Государственный переворот, который был не просто сменой вывесок или сменой персон. Произошел переворот людей безнравственных и глупых, которые выбросили из власти тех, кто, конечно, были грешные и не всегда умны, иногда наивные, ну, вот, вроде меня. Но, тем не менее, это были люди по уровню своему человеческому гораздо выше, чем те, кто угнездились в власти после 93-го года. Пусть на моем поколении, там, тех, кто был несколько постарше, грех того, что допустили разрушение страны в 91-м году. Но не мы стояли у рычагов власти. Просто так получилось, что в 91-м году во власть просочилась такая группа людей, которые не делали себе карьеру, а действительно, когда выходили на выборы, рассказывали избирателям, что они хотели бы сделать, что они хотят для страны. Они действительно хотели для страны пользы, славы, а для себя, ну, как получится. Ну, вот получилось так, что те, кто стоял за свою страну, те в 93-м году просто были вычищены. А кто делал карьеру, кто подлечил, кто пытался захватить собственность, создавал там инструменты для личного обогащения, те во власти остались. И вот с 93-го года мы переживаем революцию интеллектуальных ничтожеств, низов, можно сказать. И сейчас, если вы посмотрите на тех, кто находится в правительстве, или в 93-м году находился в правительстве, это люди либо без совести, либо без образования, либо без того и другого. Вот это и был мятеж номенклатуры. Многим казалось, что власть сменилась, буквально произошла демократическая революция. Нет, во власти остались подонки прежнего общества, или подонки прежней коммунистической номенклатуры, которые разбавились немножко людьми, которые тоже вышли из такой полукриминальной среды, из среды комсомольских карьеристов, из среды таких профанаторов науки, типа Березовского или какого-нибудь там Чубайса и так далее. Вот. Эти люди захватили власть. И в своей книге тогда, вот это была моя первая книга, мой первый опыт, книга довольно толстая такая, вот причем первый тираж был издан на странной бумаге, которая, видимо, предназначалась для каких-то акций или облигаций, и все странички были пронизаны такими красными прожилочками, которые должны были защищать эти ценные бумаги. Но, видимо, не пошла эта партия, и издательство использовало эту бумагу, достаточно качественную, для того, чтобы издать мою книгу «Витежные номенклатуры. Москва. 90-93 год». Здесь я опубликал многие декларации, которые потом, конечно, были всеми забыты. Ельцин постарался забыть, что он говорил, блок демократической России постарался забыть все, что перед выборами он обещал своим избирателям. Состоялся обман циничный, такой подлый обман. Ельцин говорил совсем не о том, что он потом стал делать. И те люди, которые стояли у истоков демократической России, самым циничным образом обманули народ и страну. Ну, такие уж мы были наивные тогда, что нас можно было обмануть. Но для меня обман скрылся, когда я посмотрел на короткой дистанции, на всех этих подлецов. Я увидел их подлость. Получилось так, что их еще поддерживали избиратели, а я уже их не поддерживал. И в таком случае я оказался как будто бы по другую сторону баррикад. Потом-то все позже поняли, но вот 1993 год – это же торжество безумцев, из которых состояло как раз большинство народа, которые поддерживали Ельцина и его компанию, его преступную шайку. И, конечно, Московский Совет оказался, с одной стороны, самым демократическим, потому что там оказалось меньше всего коммунистов в сравнении со всеми остальными территориями в процентном отношении. Те, кто причислял себя к демократическому флангу, были в подавляющем большинстве. Но это большинство рассыпалось, а коммунисты образовали тихий альянс с московской номенклатурой. Туда же влились и недавние демократы под руководством Гавриила Попова, который все еще коптит небо и распространяет вокруг себя то, что, конечно, калечит наше общество и нравственность молодежи, которые приходят к нему в Международный университет. Я здесь описал в деталях многие моменты московской жизни, как начиналась приватизация, как захватывали предприятия. Написал о том, что происходило в Моссовете, какими подлыми способами там захватили власть. К тому времени я еще не знал, что использовались также фальсификации. Например, при выборах Гавриила Попова, председателем московского совета, была тотальная фальсификация бюллетеней. Об этом мне рассказали уже значительно позже. Я рассказал здесь о Лушкуре, о всех его художествах за период, начиная с момента, когда он стал председателем исполкома Московского городского совета, потом вице-мэром, потом мэром. Это период 1990-1994 год. Здесь же описаны события 1991 года, их свидетелем я был, и многое из того, что я написал, никогда я не попадала на страницы газет или каких-либо изданий. Здесь я привел документы 1991 года, как, кто с какими заявлениями выступал, кто как действовал. Кто читал это, наверное, удивлялся, потому что история воспринимается совершенно не так, как она прошла. И события 1993 года, которые положили конец вот этому периоду, переломному, переходному периоду от прежней номенклатуры к новой номенклатуре, еще более подлой, чем прежняя. И тоже здесь опубликовал многие документы, заявления. И саму канву событий, приводя некоторые выписки из выступлений разных людей, в том числе в Московском городском совете, из воспоминаний и так далее. То есть это не просто мое видение ситуации, хотя, конечно, здесь авторская позиция абсолютно четко выверена. Ну и тех, кого я знал, с кем вместе я был, кому я противостоял, с кем был на одной и той же позиции. Книга вышла двумя тиражами, быстро разошлась. Ее, конечно, сейчас найти совершенно невозможно. Ну, есть она в интернете, кто захочет, тот сможет скачать текст. Два года после выхода книги Лужков и его глава юридической службы судились против издательства, которое не сдало меня, я под псевдонимом не случайно здесь выступил. И они не смогли, не смогли сломать суд. Тогда в судах еще какие-то крупицы совести были. И поэтому не удалось Лужкову преследовать меня за эту книгу, где его художества названы так, как они должны были быть названы. И потом я многократно подтверждал и убеждался сам, что Лужков это, конечно, преступник, причем преступник такого колоссального масштаба, что иногда в голову не укладывается размах его преступной деятельности. Здесь же написано о том, как становление этого преступника и его преступного сообщества происходило. Формально до первого издания моей книги, монографии моего личного авторства были еще два издания. Первое было в 1993 году. Мы выпустили вместе с Владимиром Почеренко сборник статей «Московский спрут». Я там сыграл, можно сказать, не первую роль. В основном Владимир работал для составления этого сборника, но название было мое, совместное было предисловие. Это был сборник статей, направленных против московской власти, которая уже тогда истязала Москву. И я был достаточно хорошо осведомлен о том, что там происходило. И еще ряд журналистов написали свои статьи, в том числе Владимир Почеренко, ныне Максим Калашников. И я тоже свою статью написал, которая потом вошла в эту книгу в мятежную номенклатуру под названием «Ланскнихта номенклатуры». И было еще одно издание, которое формально первый раз вышло в 1993 году к съезду Конгресса русских общин, которое было помпезно проведено в колонном зале. И тогда, в общем-то, довольно неожиданно вышла брошюра под названием «Манифест возрождения России». Она составлялась еще когда я работал в Моссовете, я был инициатором ее создания. Мы собирались авторским коллективом, обдумывали разные темы, искали формулировки, потом я все это обрабатывал, превращал в тексты, раздавал нашей творческой группе. Каждый там какую-то лепту внес, там достаточно много людей было. Но последующие издания уже были основательно переработаны, и фактически там осталось два автора. «Ваш покорный слуга» и мой друг, ныне покойный, Сергей Петрович Пыхтин. И он тоже внес основательную лепту в том, чтобы Манифест возрождения России стал очень качественным документом, и потом он был идеологической основой Конгресса русских общин в течение нескольких лет, по крайней мере. И тираж был достаточно большой, разошелся очень широко, там где-то около 300 тысяч экземпляров, но обратной волны не было. Видимо, население страны не было готово к тому, чтобы обсуждать вот эти темы. Следующая книжка, я по наивности решил, что если успех первой книги был вполне приемлемый, и в общем-то она очень быстро разошлась, распродалась, и даже, я думаю, если бы был еще один тираж, то и этот тираж бы распродался. Ну, я решил чуть позже издать свою аналитику, свою политическую аналитику, как человек новый в этой среде, в среде политологии. Я надеялся на то, что есть некая методология политического анализа. Я по крупицам собрал все то, что мне казалось элементами методологии, и изложил вот в книге «Идеология абсурда». «Идеология абсурда» тоже вышла в 95-м году, но только попозже. Метешную мемклатуру я писал здесь в 94-й год, а здесь вот некоторые заметки потом уже обрабатывал в 95-м, поэтому к концу года вышла эта книжка. Достаточно небольшая по объему, здесь всего 130 страниц, но таким очень плотным шрифтом с множеством таблиц, со всякими схемами и так далее. Я пытался выявить идеологические направления действующих на тот момент политических структур, течений мыслей. И критически все это разобрать, и это был мой интеллектуальный подход к идеологии русского национализма. Пришел к нащупыванию некого проекта «Национальное государство и диктатура», вот впервые я тогда позитивно воспринял учения о диктатуре, «Идеология и национальная доктрина», «Национальная доктрина как национальная идеология», «Русский национализм» и «Технология победы», какие инструменты должны быть применены для того, чтобы произошла национализация власти в России, и власть по-прежнему стала русской, и Россия вернулась на свой исторический путь. Но эта книга не имела большого успеха, большая часть тиража распродавалась и расходилась по рукам в виде подарков очень долго, 3000 экземпляров, лет 5, по-моему, еще у меня оставались какие-то отдельные образцы, и потом уже обнаружив, что у меня там экземпляров 20 еще осталось в моем архиве, я просто их сложил как костерок и сжег, потому что это уже литература, как давно минувших дней. Но сейчас, пролистав, я смотрю, что здесь очень много любопытного даже для меня самого, потому что я многое позабыл из того, что писал. Здесь есть прямо со ссылками литературными все идеология, какая вот, например, Конгресс русских общин, 95-й год, какая идеология, тезисы и так далее, что такое этнос, что такое нация и так далее, против федерализма и так далее. То есть все мировоззренческие основы, мои собственные, они были на тот момент отражены и не изменились за прошедшее время. Здесь есть лишь базис, основной базис, который был угадан еще в начале моей публицистической, научно-публицистической деятельности. Следующая книга в 1996 году была издана, издана. Это сборник, сборник статей, которые я готовил и приглашал авторов. Вот такой сборник «Неизбежность империи». Тогда идея империи меня захватила, в основном благодаря публицистике, личному общению с Владимиром Леонидовичем Махначом. Он здесь один из авторов. Вот сейчас смотрю на список тех, кто дал мне свои статьи, я их отредактировал, разместил, создал концепцию. Это Азер Алиев, такой интеллектуал, мусульманин, но, к сожалению, уже его нет среди нас. На моем пути единственный исламский интеллектуал такой вот был, и он как раз написал про империю. Понимание империи со стороны мусульманина дорогого стоило. Игорь Артемов в изгнании за границей. Петр Григорьевич Белов продолжает работу преподавательскую. Полковник тогда был уволен из рядов армии за то, что выступал против мобильных ракетных комплексов в пользу стационарных, которые менее уязвимы для разного рода диверсий. И он это доказывал, но за это его убрали. Летик Георгиевич Бызов, социолог известный, продолжает здравствовать, хотя и давно болен и тяжелой болезнью у него в связи с физической травмой. Владимир Ведеман живет и жил за рубежом. Это представитель русского зарубежья, очень интеллектуально насыщенного среды, в которой сохранилась Россия. Сергей Петрович Пыхтин, которого уже нет среди нас, тоже он умер в 2011 году. Петр Михайлович Хромяков тоже умер в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях и экстремистских преступлениях. Это была посадка абсолютно политическая, в этом не сомневаюсь. Андрей Хохлов, ныне здравствующий публицист-аналитик. Вот это еще 96-й год, это было уже давно, и вот такой сборник. Когда некоторые для себя открывают идею империи, думают, что вообще никто ничего не писал на эту тему, они глубоко сжибаются, вот доказательства там. В следующем году я выпустил еще один сборник, пригласив тех же самых людей и еще дополнительно других. Русский строй, вот я так оформил обложку, надо поближе показать. Русский строй. Здесь появляется Владимир Борисович Ардиев, многие лета ему, те же Игорь Ремов, Петр Белов, Леонтий Бызов, Владимир Вендеман, Сергей Городников, писатель, ныне здравствующий, продолжающий публицистику. Сергей Елишев, который работает сейчас в МГУ, преподает. Сергей Марочкин, тоже талантливый публицист и продолжатель дела Владимира Махнача, его ученик. Михаил Монаков, капитан первого ранга, историк, очень интересную статью здесь опубликал, тот же Сергей Пыхтин, Александр Никитич Севастьянов, с которым прекратились отношения в скорости, это вот 97-й год, 97-й год, но, к сожалению, наше представление о нравственности разошлись очень сильно, гораздо сильнее, чем разошлись наши представления о политике и судьбе русского народа. Александр Фоменко, который впоследствии стал депутатом фракции Родины в Государственной Думе, мы с ним вместе были, хотя взаимопонимания не нашли ни там, ни впоследствии давно уже его не видел. И другие здесь тоже, эта книга посвящена русской идеологии, истории империи, основания империи, России, консервативной революции, например, Владимир Родлиман, Сергей Городников, преодоление современного варварства, моя статья «Суверенитет, федерализм, сепаратизм», поиск идеологии «Русский империя», Сергей Марчкин, Владимир Авдеев, «Интегральный национализм», Петр Белов, «Дезинформация и национальная безопасность». И по сей день эта книга остается интересной и, если кто-то захочет, сможет найти ее на ресурсах интернета и скачать. 1997 год, еще две книжки вышло, один сборник коллективный, который мы писали сотрудники российского общественно-политического центра Андрей Клочков, Владимир Горюнов и я. Мы втроем написали сборник статей, точнее сложили сборник статей из наших работ прошедшего года «Россия, 1996 год, год упущенных возможностей», а издали в 1997 году. Здесь, по сути дела, описывается ситуация с выборами, выбором президента, что будет в дальнейшем, кто в 2000 году мог бы претендовать на пост президента. Вот мы здесь рассматривали, я смотрю, Лебедя, Немцова, Лужкова. Ну тогда, конечно, ни о каком Путине речи не было, никто его не знал. И здесь критический разбор всех выборов, которые прошли в 1996 году. И первая статья называется «Предчувствие гражданской войны». А война-то тогда еще не кончилась, тогда казалось, что она кончилась в результате Савюртовского сговора генерала Лебедя. Мы тут анализировали закон о выборах, кто идет на эти выборы, как они произошли в 1995 году, что будет в 1996 году, как произошли выборы президента в 1996 году, проценты, все тут считали. Тоже, ну это очень мало тиража, наверное, экземпляров 300 было издано. Вот этой небольшой брошюрке, ну это вклад в политическую историю. В том же году я издал, это было первое издание книги «Чеченский капкан», Конгресс русских общин издал в 1997 году. Тоже небольшим тиражом, наверное, тут 100 экземпляров указано, но, по-моему, было больше тираж, экземпляров 500. Конечно, невозможно было пройти мимо того, что, конечно, терзало душу, терзало сердце, мимо страданий русских людей в Чечне, мимо предательства Ельцинской клика нашей армии, которая там сражалась. И я по возможности собрал, так говорю, аналитический материал, тогда написал несколько статей, на базе этих статей написал уже книгу отчасти о течении Чеченской войны, первой Чеченской войны, кто-то, может быть, забыл, что была первая. Но также и о том, какие позиции занимали разные друзья-мятежников, правозащитники, средства массовой информации, политики и так далее. То есть это взгляд не только на войну, но и на последствия войны в российском обществе, в политической среде. На следующий год, в 1998 году, я издал ту же книгу, но уже более основательно ее подготовил. Вот Чеченский капкан, тоже под псевдонимом Кольев, как я и все книги в то время писал. Вот даже на обороте насильников и убийц, достанем из-под земли, было написано. Но моего портрета здесь нет. Вот такой силуэт для того, чтобы не подставляться под возможный удар со стороны боевиков, а это было возможно, тогда вполне террористический акт какой-нибудь мог произойти. Эта книга была издана тиражом 10 тысяч, наверное, максимальный тираж, и распространялась, в общем-то, по-моему, она не была в продаже, она распространялась среди своих, среди тех, кто был на стороне Конгресса русских общин тогда, вот в 1998 году, среди тех, кто выступал против предательства Александра Лебедя. Часть тиража была издана в Красноярске, когда Лебедь там баллотировался в губернаторы и победил благодаря Березовскому. Ну, по крайней мере, те, кто хотел знать о гнусной миссии Лебедя в Чечне, те знают, как шла война, какие зверства там допускали местные вояки, которые себя почему-то почувствовали отдельным от России народом, какое было предательство и почему, в общем-то, война была проиграна благодаря Ельцину, Березовскому, Лебедю и другим, и целой своре тех, кто стремился к поражению России и добился его, несмотря на то, что тут генерал Куликов, тут фотографии и другие вроде бы стремились к победе, но реально так получилось, что политическое руководство стремилось к поражению. И это поражение состоялось в 1996 году с Альюртовским так называемым миром, который предал в том числе и оставшихся у боевиков пленных русских солдат. Почти все они погибли, около 2000 человек. В 1999 году мы издали с Владимиром Борисовичем Авдеевым книгу «Расовый смысл русской идеи», сборник статей. Там было много очень достойных людей, которые осмысливали расовый тип русской цивилизации в широком смысле, не столько в антропологическом, шире, чем антропологический, чем чисто смысл, связанный с расовой антропологией. Это довольно увесистый том был. В 1999 году в Конгресс русских общин зашел один еврейский интеллектуал, для налаживания связей с русскими. И когда он увидел книгу, которую мы издали, подготовили, отредактировали многие статьи многих авторов с Владимиром Авдеевым, он страшно ужаснулся и больше его в штабе Конгресса русских общин мы не видели. Потом этот сборник был переиздан как выпуск номер первый, через несколько лет вышел еще один выпуск номер второй. Вот два сборника в начале 2000-х годов «Расовый смысл русской идеи». Можно сказать, что этим была заложена русская расовая теория. Совсем не похожая, конечно, на немецкую расовую теорию или британскую. Я думаю, что эта теория интеллектуально значительно глубже. И она, конечно, не упирается в биологический детерминизм, который стал популярен после этого. Люди, не читающие книг, почему-то решили, что они знают, что такое генетика, что такое гаплотипы, антропологические типы, расовые типы и так далее. И благодаря вот этому невежеству, конечно, русская расовая теория не вошла в состав академических подразделов русской науки в целом. Затем в 2001 году я издал книгу «Миф масс и магия вождей», тоже уже по привычке под псевдонимом Кольев. Она, ну, здесь для того, чтобы понять, что я – это я, здесь вот мой портрет был и несколько строк обо мне. Эта книга стала основой для моей докторской диссертации, уже присутствовала на защите диссертации. Это мое увлечение мифологией как таковой, древней мифологией, и попытка показать, как древняя мифология отражается в виде архетипов в современной ситуации, в современной политике. что такое человек, политика, миф, как они взаимодействуют между собой, что такое искусство создавать мифы, что такое искусство разрушать мифы, как будущее России преломляется в этих архетипах, в тех образах, которые нам подсказывает наше подсознание или наше бессознательное. И здесь же еще две работы были включены в эту книгу «Символизм огня» на основе известной книжки Гастон Башляра. Я написал тут, используя и его научные подходы, но не только, и свои собственные размышления. И еще тут актуально был «Александр Лебедь. Мифология имени и судьбы». Отчасти эта работа была написана в виде брошюры, вышла тоже в Конгрессе русских общин, но потом я немножко доработал этот текст и включил в этот том «Миф массы и магия вождей» отдельные работы, где анализировалось мифическое имя, что такое Лебедь с точки зрения мифологии, мифический статус, мифическая идеология, мифическая биография, и магия вождя и политический выбор. Вот это содержание было. В целом, это, конечно, довольно сложная литература, прямо скажем, это непросто воспринять, потому что здесь огромное количество литературных ссылок на русских и зарубежных философов, здесь есть схемы мои собственные, выдуманные для того, чтобы лучше понималась там мысль, которую я пытаюсь донести. Вот в целом, это как бы базис. Потом эта книга была переиздана. Уже в 2003 году я убрал из нее все публицистические отклонения и получилась вот такая книга «Политическая мифология», издательство «Логос». По-прежнему еще как Кольев я здесь прохожу, еще у меня такая привычка была к тому, чтобы выступать под псевдонимом. Ну, это фактически та же книга, но сделанная уже более основательно, тем более, что мне приходилось перерабатывать некоторые разделы в связи с тем, что я готовил диссертацию, поэтому там глава первая «Теоретика. Методологические основы политической мифологии». Такой научный подход. Но вся основа сохранилась, и книга, я считаю, получилась такой фундаментальной. Это, можно сказать, я ее для себя расцениваю как первый фундаментальный труд. Ну, собственно, и диссертация, все-таки докторская диссертация требует определенной фундаментальности. Эта книга стала вот таким фундаментальной базой дальнейшей моей деятельности. Затем я эту тему с мифологией оставил, потому что нельзя бесконечно топтаться на одном и том же месте, и пошел дальше. Еще одно издание, о котором стоит сказать, было коллективным. Инициатором его был Дмитрий Рогозин. Ну, а я провел основную техническую работу на базе той заготовки, которая была издана несколько лет назад. Книга называлась «Война и мир в терминах и определениях». Это такой военно-политический словарь для военных специалистов и для офицеров, может быть, не высших офицеров, но, по крайней мере, это была очень полезная книга, которая собрала все термины, которые активно используются в военной литературе. Отчасти там была освещена и военная история. Получив заготовку в виде вот этого предшествующего текста, я очень основательно переработал и перенес статьи из раздела в раздел, сделал перекрестные ссылки, дописал там массу статей, общих статей, которые открывают этот труд. В общем, провел достаточно большую работу. Мне помогали, конечно, помогали, но и мешали. Мешала, например, группа людей, которым было поручено взаимодействовать с нами в центре военно-стратегических проблем в Генштабе. Я помню, что я зашел в Генштаб тогда для согласования каких-то текстов или для передачи, я уже не помню. Меня удивило, что я прошел через несколько кордонов охраны и оказался в огромной приемной, где офицеры смотрели футбол. Ну, может быть, какой-то был сумасшедший матч, но, извините меня, в помещении Генштаба в служебное время смотреть футбол. В общем, эти люди очень мешали, и вместо того, чтобы как-то помогать с формулировками, они просто нам предложили сделать выписки из уставов. Вот такой словарь, в котором есть выписки из уставов. Вот то, что они нам предложили, пришлось это все выбросить. Они нам много месяцев оттянули нашу работу. Но другие военные специалисты, независимые специалисты нам помогали, в том числе и фрагментами еще не изданных томов военной энциклопедии, откуда мы в кратком виде какие-то формулировки брали. Вот получился такой военно-политический словарь «Война и мир в терминных определениях». Он в ГИМО был представлен широко для преподавателей и для студентов. Такое было помпезное представление этой книги. А в 2004 году, когда мы уже с Дмитрием Рогозьным были в Государственной Думе, Ассоциация книгоиздателей вручила нам диплом по какой-то там номинации. Вот диплом поощрительный. Не знаю, как его назвать. В общем, что мы там заняли какое-то место или стали лауреатами годового конкурса. Вот за издание этой книги. Не знаю уж, что это действительно было от души, действительно ли был какой-то конкурс или просто это был такой пиар. Я, честно говоря, этим особенно не интересовался и основательно забыл даже об этой книге. Но в 2011 году состоялся новое издание. Я посмотрел его. Там, в общем, ничего не изменилось, кроме того, что добавился дополнительный раздел с отдельной авторской группой, там человек пять. Но их деятельность на все остальные разделы не распространилась. Все осталось как было. Но только моей фамилии там уже в авторском коллективе не было. Дмитрий Рогозин тогда мне объяснил это тем, что это вот маленький тираж для своих, чтобы не гневить бесов, которые будут читать все это дело. Но потом я понял, что просто я уже в этой среде, я уже не угоден. Я уже как соавтор не котируюсь, скорее дискредитирую вот тот авторский коллектив, который первоначально был и работу которого я основательно переделал. Вот 2005 год. Это довольно серьезная была работа. Книга «Нация и государство», тоже издательство «Логос». 2005 год. Теория консервативной реконструкции. Вот такая толстая книга. Тут почти 800 страниц. Здесь на базе русской философии, немецкой философии предложена теория государства и теория нации. Здесь разделы «Проект политического», «Теория государства», «Власть и средства господства», «Суверенитет», «Централизм и федерализм», «Этнос-нация», «Национализм», «Оборона и безопасность», «Политические концепции государства», «Партийные концепции государства», «Служение нации государству». И множество подразделов. Тоже фундаментальная книга. Для меня она тоже является фундаментальной. «Теория государства». Для русских националистов это особенно важно понимать, что государство без теоретической основы построить невозможно, она должна быть. Сейчас нет у государства РФ никакой теоретической базы, есть просто желание воспользоваться наследием предков и его разбазарить. Я предлагал целостное, насколько это возможно, в рамках одной работы, в рамках одной книги, видение того, что такое государство вообще, и в частности государство российское. В том же году я выпустил небольшую книжечку со сборник статей, она скорее была как такая расширенная визитка, 2005 год, это я еще депутат Государственной Думы, здесь я уже под своей фамилией, вот такая небольшая брошюрочка, и в ней разные статьи, связанные с острыми проблемами, скажем, русский крест о демографической проблеме, демографической катастрофе, в которой мы жили, о Беслане, это острейшее переживание было у меня и у всей страны, здесь записки соучастника голодного бунта в Государственной Думе, прошла голодовка, и я написал тогда о том, как она проходила, что произошло, и другие, и другие статьи, их немного, но такая вот компактная брошюрочка была «Родина ждет, сражайся», называется, да, тут столкновение с Жириновским как раз прошло, тут что-то я написал о боевых искусствах, и связи их с русским мировоззрением, «Родина ждет, сражайся», 1995 год. Следующая брошюрочка, тоже я ее сделал как такую, можно сказать, визитку «Путь русского человека», Андрей Савельев, но эту книгу вы не найдете, не найдете, она разошлась очень небольшим тиражом, а основная часть тиража погибла, благодаря тому, что есть, к сожалению, в политике те люди, которые рассматривают ее как бизнес, и вот когда возникла в 2007 году партия «Великая Россия», мы занимали кабинеты, как же он назывался там, фонд «Реалисты», что ли, движение «Реалисты» Нина Борисовна Жукова, мы занимали там помещение вполне законно, по договоренности, все, и в какой-то момент вдруг нас сказали, ребята, на выход, вот, и на выход с вещами, был такой момент, что мы быстро не могли вещи вывезти, что-то вывезли, что-то нет, и большая часть вот этого тиража была, как я понимаю, просто выброшена на помойку, 2000 экземпляров, из них, ну, максимум экземпляров 300 разошлось в разных местах, эта книжка раздавалась, и, к сожалению, вот у меня тоже остался вообще единственный экземпляр, тут статьи тоже злободневные, которые требовали какой-то реакции о русском государстве, о врагах России, о русском сопротивлении, о русской самоорганизации, русификация России, нобли русского в Российской Федерации, правопродолжение от империи, царские долги, Россию не пощадят, кондопога о рождении нации, ксенофобия власти, русский марш и так далее. Небольшая тоже книжка, но уже так 266 страниц, все-таки уже такая рисовная, хотя и небольшого формата книжка. Затем, тоже еще находясь в Государственной Думе, я успел выпустить в 2007 году книжку «Время русской нации». Вот такая уже тоже под своей фамилией, здесь на обороте мой портрет. Это такой своего рода отчет за несколько лет публицистики, за несколько лет законодательной работы. И здесь тоже несколько разделов и множество статей. Тоже такая весомая книжка, больше 500 страниц. «Нация под угрозой», русский апокалипсис сегодня, «Сберечь нацию», опять о кондопоге. «Политика и идеология мировоззрения», политика как миф, политика как конфликт, это я продолжал свой подход к политической мифологии. «Империя, традиция, право, диктатура» – это аспект теории государства и нации. Тоже несколько работ в этом разделе. «Русская политэкономия» – такая дыра есть в русском мировоззрении, якобы мы не знаем, что такое национальная экономика. Знаем, знаем, просто достаточно мало людей, которые способны на эту тему рассуждать, в особенности публично, и писать какие-то фундаментальные работы. «Современная русская мысль» – здесь такие отзывы на публицистику, в частности, Александра Панарина, который был у меня по диссертации оппонентом, к сожалению, очень рано умер, человек очень достойный, оставил после себя огромное интеллектуальное наследство, с которым рекомендую знакомиться. И другие отзывы на интересные для меня книги, которые вышли в тот период. Ответ либеральным клеветникам. Здесь о разных доносах, которые писали все эти так называемые правозащитники, и о всяких безобразных делах, которые были в отношении тогда меня лично или фракции Родины, или партии Родины, или русского движения в целом. Здесь вот тоже несколько, где-то около десятка статей на эту тему, которые связаны как единой концепции. Вот такая книжка. В том же году вышла предварительная редакция, 2007 год, предварительная редакция моей книги «Образ врага. Росология и политическая антропология». Вот книжка эта. В издательстве «Белые альвы» она вышла. К сожалению, тогда я не смог ее основательно подредактировать, и макет получился очень неудачный. Были опечатки определенные. Тем не менее, это тоже для меня фундаментальный труд. Может быть, самый фундаментальный из тех, которые я написал. И он связан с тем интересом, который мне привил Владимир Борисович Андиев к антропологии, генетике и то, что я в целом называю «росологией», которая соединяет социальный аспект, социальную антропологию с антропологией физической. Здесь тоже очень много ссылок, картинок, схем, которые я подчеркнул из современной публицистики. И фактически этой книгой я закрывал для себя тему расовой теории, русской расовой теории. Но закрывал не в том смысле, что я прекратил ей заниматься полностью, а в смысле того, что я подвел итог своим мировоззренческим исканиям, и в той методологической базе, которую я освоил на тот период. Она остается со мной, хотя я предпочитаю сейчас заниматься несколько другими направлениями публицистики. А что касается Владимира Борисовича Андиева, он продолжает свою серию расологических публикаций, публикует авторов, которые являются современными интеллектуалами, или интеллектуалов прошлого, которые основательно подзабыты. Это немецкие, английские, американские интеллектуалы. Очень интересный цикл, любой, кто связан с этой темой, знает вклад Владимира Авдеева в том, чтобы расология действительно стала фундаментальной наукой. По крайней мере, никак не уступала бы той антропологии советского типа, которая, можно сказать, уже сошла на нет и занимается какой-то чепухой. Если посмотреть работы русских расологов начала XX века, еще царского периода, то это совсем другого типа труды. Или есть и советские труды, тоже фундаментальные, но они основательно забыты. Тема, к сожалению, не моя, я не могу ее поднять выше, чем я смог поднять в этом труде расология и политическая интеллектуалография образ врага. Это у нас был 2007 год. Эта книга повторена через несколько лет, в 2010 году. В 2010 году. Повторилось издание 2, исправленное и дополненное. Здесь я дополнительные источники использовал, масса дополнительных картинок. Труд получился непростой в освоении, но те, кто затеется читать эту книгу, они смогут выйти на современный уровень понимания расологических проблем. Здесь тоже о демографии, о самоидентификации русских людей, нерусских людей, антирусски настроенных людей. Здесь геногеографические карты, здесь есть генетические исследования, данные генетических исследований. Это собрание данных о современных работах, которые показывают, как формируются расовые группы, почему возникает расовый конфликт, какова его основа, что такое политическая антропология, почему все это дело доходит до формирования политической вражды. Здесь также есть очень много приложений, где публикуются моменты, связанные с классификацией человеческих ранц, термины краниологии, особенности конструкции человека, какие параметры, термины генетики человека и визуальные образы древних египтян, ассирийских образов, антропологических типов в образе Будды, образы древних греков, этрусков, римлян, римских императоров, подборков римских портретов, которые тоже, это 2-4 век нашей эры, которые тоже предполагают разнообразие антропологических типов того периода. То есть работа действительно потребовала большого напряжения сил, привлечения огромного материала и она, конечно, долго еще не потеряет своей актуальности, потому что в этой сфере работает пока еще очень немного людей. Вот Владимир Авдеев один из тех, кто продолжает эту работу, продолжает просветительство в этой области. Если его книга «Росология» запрещена как экстремистский материал, то я со своей стороны считаю, что этот материал вполне научный и рекомендую его книгу к прочтению. Была еще одна брошюрочка, сейчас не помню точно в каком году издана, но она как раз была предвестником создания книги «Образ врага». Называлась она «Конец белого мира». И на основе, в основном, книги Патрика Бьюкенена «Конец запада» и ряда других, там «Фукуяма», «Конец истории» Хантингтона и другие, была написана вот такая книга «Конец белого мира», под которым имелось в виду европейское население человечества и европейская культура, включая и русскую культуру, которая, конечно, идет к своему закату. Мы это видим и по демографическим параметрам, и по культурным параметрам, по состоянию традиционных наций, которые действительно идут в могилу, и в 21 веке уже видится их полный крах. Мы, собственно, наблюдаем этот процесс и в отношении русской нации, и в отношении европейских наций. Погибает и американская нация, может быть, не так заметно, потому что там впрыскивается обезболивание в виде очень серьезных социальных возможностей для людей, которые успокаиваются, хотя и видят, что живут уже и на культурной среде, латинизированной, африканизированной или просто размытой, вообще никакой. В 2009 году вышла книга «Национальный манифест», которую мы писали совместно, целый год ссорились, переписывались сто раз. Вместе мы написали эту книгу с Сергеем Пыхтиным и Игорем Калядиным, здесь на обороте портреты. Это действительно коллективный труд, здесь ни одна строчка не написана без редактуры СО-редакторов, и это целостное видение национального развития не только России, но и мира, других государств. Поэтому книга была переведена на английский и немецкий языки, вот английский вариант. Она, конечно, не стала каким-то взрывом в интеллектуальном плане, но вот эта книга позволила нам поднять партию «Великая Россия», которую мы создали, на более высокий уровень. То есть это интеллектуальный базис вообще для любого националиста любой нации. Ну, скорее всего, все-таки это ближе к европейским нациям, вряд ли это подойдет для Востока. Тем не менее, для России это и для национально-патриотических сил это серьезный фундамент, который оценивает мировые процессы, процессы в экономике, процессы в политике, процессы трансформации современной цивилизации. Здесь все изложено очень компактно, таким емким языком, тезисно. И поэтому книга эта, я считаю, что должна быть для любого русского националиста настольной. Не потому что я являюсь автором этой книги, а потому что такого уровня документы отсутствуют. Их не было. Если многие прославляют манифест Маркса Энгельса, то я вам скажу с уверенностью, что эта книга на порядок выше того документа, который начинается со слов «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». А у нас начинается как-то иначе. «Мировая война не закончилась, когда замолчали пушки. Она лишь отступила в тень, прикрывшись миролюбивой риторикой и гуманными намерениями». Вот такая книга 2009 год и переводы 2010. В 2010 году вышел первый том, я думал, что это будет длительный цикл, «Русофобия в России. Аналитический доклад». В данном случае этот доклад посвящен периоду 2006-2009 год. Доклады издавались сначала в виде таких небольших брошюр, очень незначительным тиражом, потом были соединены вместе, дополнены. И вот здесь тоже с фотографиями, с графиками. Много чего здесь написано. «Русофобия в России». Посмотрим, какие здесь разделы. Подавление русских общественных и политических организаций, антирусское законодательство, превращение миграции в инструмент политических репрессий, разгул антирусского этнобандитизма, некомпетентность и предвзятость органов прокуратуры, русофобия в судебной системе, уничтожение русских СМИ и русофобские дефамации. И так далее. Подавление русского сопротивления, репрессии против русских изданий, посягательство на свободу вероисповедания для русских, русофобия в СМИ, зарубежная русофобия и так далее. Суды о морализме невежества русофобов, дела против русофобов, русофобия произвол милиции и так далее. Вот такая, тоже довольно увесистая книга, 2010 год, я прошу прощения, 2010 году издана, ну, потому что 2009 год надо было работать над материалом, а в 2010 году этот материал был интегрирован в книгу. Затем, после 2010 года, самый урожайный год, самый урожайный для меня год, и здесь издано много чего, неожиданно целый ряд книг, которые у меня были заранее написаны, вот уложились в целую порцию, книжную порцию. Ну, прежде всего, это история партии, фракции Родина, Родина против бесов, долго довольно-таки эта книга с мучением, скажем так, искала свой путь к читателю, наконец нашла, к сожалению, была она издана без иллюстрации, хотя иллюстрации было там подготовлено море, поэтому в компактном виде книга была издана, здесь очень многое из того, что осталось за кадром и неизвестно для обывателя, который наблюдал за судьбой блока Родина, фракции Родина, партии Родина через телевизор. Здесь и предыстория создания, когда говорили «Кремлевский проект», «Кремлевский проект», насколько он был кремлевский, здесь как раз описано. Раскол, как и почему произошел раскол в Родине, как разругались с Глазев-Саргойзиным, потом как изгнали Бабурина, как проходила голодовка в Думе, как Родина начала свое наступление в 2005 году, как произошел еще один раскол, как снялись выборов в 2005 году, какие репрессии против членов фракции Родины применялись. Я это очень остро тоже переживал, когда дело дошло до давления на семью, и как произошла внутренняя измена, и кто, в общем, Родину утопил. Опыты русского сопротивления. Книга написана, тоже издана в этом же году, и она связана с моей деятельностью в Государственной Думе в защиту русских людей по конкретным эпизодам, о том, что такое экстремизм, как проходили события вокруг Кандапоги, и той расправы этнобандитов, которая там произошла, и последующие события. Что такое антифашизм, как его поддерживало. Это, конечно, фальшивый антифашизм, как душевнобольная власть его поддерживала. Как действовали ксенофобы против русского марша, мы, конечно, для них чужие, а не для нас. Как русские офицеры превратились в ритуальную жертву, дело Буданова и другие дела. Как растащили многие русские издания, которые, в общем-то, могли стать основой русского мировоззрения, но и были уничтожены. И о деятельности тех, кого правильно называть кривозащитники. Как они писали доносы, как они обсидели все каналы телевидения, что такое вообще русофобская журналистика, про нацистское подполье. Вот этот миф, который был выдуман в администрации президента, довольно тоже объемный тон, под 500 страниц опыта русского сопротивления. Книга, написанная совместно с Борисом Алексеевичем Виноградовым «Стать русским в России». Я очень горжусь этой книгой, потому что она фактически интегрирует в очень компактном виде все взгляды русского человека, которые должны быть у него, чтобы он считался, по меньшей мере, человеком, понимающим, что происходит вокруг него, с его родиной, с его страной, знал прошлое, правильно его оценивал и видел будущее. То есть здесь есть как образ прошлого, достаточно подробный исторический анализ, обзор настоящего, и что необходимо сделать в крайне короткий период чрезвычайного положения национальной диктатуры, и к чему мы идем, каков должен быть образ будущего, образ будущего нашей страны. Эта книга достаточно редкая, она, видимо, еще где-то где-то на складах хранится, и может быть когда-нибудь дойдет до читателя, сейчас ее можно скачать тоже в интернете, как и большинство книг, которые я написал, но массового распространения эта книга не получила, потому что издательство поколения либо приказало долго жить, либо просто было свернуто, его работа была свернута, и мы так и не подписав авторский договор, мы так и не знаем, где и как распространялась эта книга в интернет, в магазинах она была, по крайней мере. Вот книга издана в 2011 году, и рекомендую ее для прочтения всем участникам русского национально-патриотического движения. Тогда же, в том же году, прошел съезд Конгресса русских общин, который обещал стать восстановительным, но таковым не стал, Конгресс русских общин не возродился, скорее утонул уже окончательно, и уже стал историей, но тогда вот попытка была, и к этому съезду, не зная, когда он произойдет, я решил написать историю Конгресса русских общин, написал, и издательство успело выпустить. Сможет ли КРО русифицировать Россию? Опубликованы многие документы КРО, здесь опубликован ход событий, какие происходили внутренние течения в Конгрессе русских общин, как он активизировался, замирал, как участвовал в выборах, конкретно здесь упомянуты фамилии многих людей, которые были причастны к Конгрессу русских общин, временный альянс, который происходил, там сначала с Лужковым, потом против Лужкова, выборы 99-го года, как с Лебедем складывались отношения, и так далее. Все очень коротко, очень компактно. Книга Норильским судом по навету про чеченского прокурора Красноярского края объявлена экстремистской. Меня, естественно, на суд не допустили, просто потому, что, видимо, я был очень невыгоден, какой-то там неизвестный мне эксперт написал всякие глупости, они были продублированы судом, и меня ознакомили с результатами. Я про свое право на защиту не получил, но теперь пытаюсь это право на защиту обеспечить тем людям, которые ко мне обращаются. Я свое мнение эксперта, свое мнение специалиста по поводу экспертиз на так называемую экстремистскую литературу сообщаю и мешаю, и буду продолжать мешать фальшивым судам выносить противозаконные приговоры. Но вот эта книжка у меня остается на хранении, можно сказать. Она запрещена к распространению. Но те, кто захочет, те смогут ее найти. Ничего там экстремистского, конечно, нет. Там есть фактура. Все как есть. Сказано, как было в Конгрессе русских общин. И все характеристики, я от них не отказываюсь. Пусть это считают экстремизмом, я считаю, что это вклад в политическую летопись России. Тогда же вышел очередной, я думал, что это будет второй том, но на этом, честно говоря, мои силы подорвались. Здесь доклад «Русофобия в России» за один 2010 год. Вот такая толстая книжка получилась. Здесь без малого 400 страниц. По прежней схеме я работал. Что такое русофобия, неприязнь, ненависть, враждебность или иные негативные проявления по отношению к России, русским, русской культуре, русской истории, русскому языку. И здесь тоже о состоянии русского народа, о состоянии государственной власти, русофобия во власти, толерантность или Россия без русских, манежная площадь, как происходил протесты, репрессии, этнобандитизм, возмещающие миграции, политические репрессии, произволы неадекватной санкции, информационная блокада, наступление на православие, уничтожение армии, кривозащитники, экспертная русофобия, фальсификация истории, методы русофобов, аморализм бюрократии и ее партии. Вот содержание этого доклада. Третью книгу я уже не стал выпускать, потому что, несмотря на то, что тираж достаточно быстро разошелся, я не получил никакой поддержки ни от одной русской организации, ни от одного предпринимателя, ни от кого. Никто не занимался сбором информации по русофобии в России. Сейчас как раз прошла конференция в президент-отеле о русофобии. Люди, которые никогда этой темой не занимались, решили провести вот такой круглый стол, который переносит нашего врага куда-то за океан, за рубеж. Вот там русофобия и есть. Да она здесь есть. Она здесь. Основа деятельности нынешней власти это русофобия. Конечно, об этом смело никто там не сказал. Там мололи чепуху, разные люди, которые прикидываются интеллектуалами. Может быть, там и были интеллектуалы, но этой темой русофобии они не занимались никогда. В 2011 году также был издан сборник «Возвращение русской истории. Эпохи и эпизоды». Здесь несколько авторов в этом сборнике участвовали, но в основном примерно 80% это статьи Сергея Пыхтина и мои. Статьи ранее публиковались в разных изданиях, в том числе в журнале «Русский дом» и являются таким материалом, который построил, можно сказать, выстроил некоторые эпизоды русской истории в том видении, которое должно быть присуще русскому националисту, русскому национал-патриоту. С тех пор накопилось еще довольно много статей и позже, уже в 2012 году, была выпущена моя книжка, она вот так называлась «Менинный пожарский преодоление смуты». Ну, на самом деле, я назвал эту книжку «Смутьяны» и здесь о тех смутах, которые одолевали нашу страну, начиная с первой смуты, с лжедмитриев, поляков в Кремле, которые сейчас тоже там сидят только под другими именами. И здесь вот разделы, там, самозванцы, цареубийцы, мятежники против империи, народники, террористы, революционеры и «Смутьяны против Смутьяны», о том, как одни революционеры уничтожали других. Вот. Эта книжка была издана довольно неаккуратно, к сожалению, торопились издатели. 2012 год, это было 400-летие преодоления смуты, и вот разные гранты распределялись. Книга была издана при финансовой поддержке Федерального агентства печати информации и коммуникации в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Я надеюсь, что все-таки эта книжка когда-нибудь выйдет в более таком основательном формате, на лучшей бумаге, потому что здесь очень много иллюстраций, спасибо издателям, но желательно, чтобы они все-таки соответствовали тексту, который, к сожалению, был недоправлен в некоторых местах, много слишком опечаток. А возвращение русской истории, снова вернусь к этому материалу, к этой книге, тоже довольно увесистой. Здесь «Красная нить русской истории», перекличка «Эпох», ряд статей Рюриковичей, Великокняжеская эпоха, под скипетром Романовых имперская эпоха, 20-й век, Советская эпоха и раздел «Защиту русской истории». Здесь довольно много статей, и я считаю, что все они являются оригинальными и представляют видение, целостное видение русской истории. К сожалению, вся русская история должна быть переписана заново, потому что удовлетворяться Карамдиным и Ключевским уже совершенно невозможно. Развита историческая методика, методика исторических исследований, и она должна быть пополнена целостным мировоззрением. И в рамках этого мировоззрения история становится апологией Отечества. Если это не так, если история – это не триумфы и трагедии родной страны, то ничего эта история не стоит. Это, можно сказать, пляски смерти на гробах наших предков. Этим очень многие увлекаются. Разные историки, не буду называть имена. Достойные историки рассматривают историю нашей страны как свою собственную личную историю, переживая ее, пропуская через собственную душу. И поэтому все триумфы и трагедии – это их триумфы и трагедии. Здесь не стараются как-то найти острые моменты, позволяющие в чем-то уязвить свою собственную страну и свой собственный народ. Вот я считаю, что этот сборник «Возвращение русской истории» – это достаточно серьезный вклад в просвещение русских людей, которые зачастую не понимают, например, считают русско-японскую войну катастрофически проигранной. Я уже не говорю о всяких домыслах о династии Романовых. Недавно этот фильм посмотрел. Вроде фильм о том, что на Руси никогда не пили, но почему-то все шишки достаются не советской власти в основном, а почему-то Петру Первому, Николаю Первому. Якобы они там кого-то спаивали, хотя Россия была абсолютно непьющей страной. Меньше всего пили в Европе или именно в России. Вот еще в 2011 году вышел такой вот, можно сказать, двухтомник «Осколки эпохи Путина». Две книжки. Почему две? Потому что одна из них – это «Досье на режим». Здесь собраны все моменты, которые касались меня в Государственной Думе, как рассматриваются дела о государственной важности в нашем государстве, богоспасаемом. Здесь о непризнанных мятежах, что происходило на территории нашей страны. Вот, например, трагедия Беслана, экспортный терроризм, как он происходит, чрезвычайное законодательство, ответ террористам на войне, как на войне, не система, а химеры и так далее. Много здесь затрагивается. Здесь также то, что затронуло меня в депутатском статусе – антирейдер. То есть те конкретные истории, в которых я участвовал, когда пытался отбить Красноярский рынок или Калужский турбинный завод, или пытался бороться с беспределом в Пушкинском районе Московской области, Шереметьево, Омск Водоканал, Московская коррупция, МОС, Дач, Трест, Селезневка, ЖКХ и прочее, прочее, прочее. Раздел убийства нации, о чем говорят демографы, детский вопрос, эколожество – это тоже все касалось мои депутатские дела о подмосковных усадьбах, об архангельских лесах, об экологии столицы, о парках Москвы, спортивной бюрократии, как столичные стадионы были захвачены, искусство обманов против боевых искусств, тоже такая была история противодействия бюрократии по ликвидации массового спорта или массового занятия боевыми искусствами, образование, то, что меня коснулось, школа начинается со страха и целый ряд историй, упадок культуры. Это досье на режим, вот одна книжка. А вторая книжка называется «Бюрократия против нации». Тоже это мой отчет, вот эти две книжки, мой отчет лично моей деятельности в Государственной Думе, которую я, к сожалению, не разделял с другими депутатами, с другими коллегами, приходилось работать в основном в одиночестве. У меня получилось так, что есть книга о истории партии и фракции Родина, то есть то, что мы делали вместе, все это интегрировано было в одну книжку, есть то, что я делал совместно с другими людьми в русском движении. И вот такой двухтомник, который отражает мою собственную деятельность. У партии власти, как она функционирует, атака олигархии, мусорная идеология, мусорная пропаганда, придворный расизм, фальсификация народовластия, у народа украли власть, у страны будущее и так далее. Абсурд парламентаризма, как работает парламент, еврозависимость и политический талмудизм, здесь евроактивисты под прикрытием синдрома еврозависимости, диалог с русскими нужен евреям. Тоже это коснулось меня очень серьезно, когда мы провели голодовку, во время голодовки была провокация с вот этим письмом 500, которое сначала было отправлено, потом отозвано из Генеральной прокуратуры. И я принял на себя весь этот поток клеветы, который исходил из так называемой еврейской общественности. Что здесь еще? Лобби порнографов и гомосексуалистов в Государственной Думе об этом написано. О статусе депутата жалкий статус, жалкая Государственная Дума. И почему нам надо распрощаться с Путиным? Вот это в 2011 году. Я думаю, поэтому, наверное, я не могу найти работы на профессорской кафедре, которая соответствует моей квалификации. Я считаю, что чем быстрее наша страна распрощается с Путиным, тем будет лучше всем. И нашей стране, и другим странам. Потому что это совершенно бессовестный, бесстыдный человек. И все, что с ним связано, я вот отразил в этой книжке, и вы видите здесь знакомые глазки. Знакомые глазки вот того человека, который я считаю таким гомерическим негодяем, каким-то там одним из воплощений антихриста, сатаны, или просто мелкого беса, которого почему-то признают за очень достойного человека, такой вот крутой мужик. Я признаю его просто за ничтожество. Почему вот некоторые считают, ну, бес это что-то такое могучее, такое вот злая сила и так далее. Бес это пустое место. Бес. Бес. Пустое место. Еще одна книга была издана в 2011 году, но обозначена как в 2012. Обычно издательства такую уловку допускают, ставят год следующий, например, выпускают книгу в октябре, она не успевает распродаться в этот год, и переход на 2012 год, остается все еще свежей. В 2011 издали. Книга называется «Как убивали СССР, кто стал миллиардером». Книга про роковые 90-е, разрушение Советского Союза, рождение олигархии. Здесь я использовал материалы своих прежних книг и некоторые материалы, которые остались в компьютере и не были реализованы. Здесь программа «Изгляды ельцинистов». Борис Ельцин, ставленник мятежа, 91-й год, год измен, Гавриил Попов, мозгоблудие трех эпох, кровавые репетиции, подготовка к мятежу, Елия Лужков, глянцевая ложь о его деятельности, 93-й год, эпофеоз мятежа, Борис Березовский, и в бесовщине 90-х, Чубайс, Гайдар и их команда. Вот тоже довольно увесистая книга получилась. Три с половиной сотни страниц. И многие вещи здесь, которые либо не обсуждались, либо просто уже стали историей. И сейчас мало кому интересны, но все эти вещи актуальны, потому что у нас отняли собственность, у нас отняли страну, и вот эти люди продолжают править нами. Поэтому, если мы хотим восстановить, вот здесь раздел такой, сверхдержава, написано сверху, сверхдержава была СССР. Если мы хотим стать не СССР, СССР мы уже никогда не станем, но если мы хотим быть действительно сверхдержавой, которая какую-то свою основополагающую идею несет всему остальному человечеству, тогда нам надо не забывать, как убивали СССР, кто убивал, кто уничтожал сверхдержаву. СССР был, конечно, сверхдержавой, но не русской сверхдержавой. Нам надо восстановить русскую сверхдержаву. В этом книжном калейдоскопе едва не пропустил, едва не забыл, можно сказать, свою любимую книжку, которая отражает мои еще детские интересы к древней истории, к истории древней Греции. И вот как-то так получилось. Я сначала заинтересовался древнегреческой скульптурой после своего первого визита в Рим. Огромная коллекция, Ватикан, другие музеи. И вот постепенно как-то у меня получилось, что я написал сначала несколько очерков, и они сложились в книгу, которая называется «Настоящая Спарта». «Настоящая Спарта» без домыслов и наветов. Очень много исторической шелухи. Вот эти два фильма, «300 спартанцев» новый, «300 спартанцев» продолжение, «Битве в Соломинском проливе». Все настолько испоганено. Такие веселые картинки, какие-то пластилиновые личности, ненатуральные, не имеющие ничего общего с реальной исторической правдой. Ну, первый фильм еще как-то можно еще допустить, что там есть какие-то признаки исторической правды. Второй – полная фальшивка от начала до конца. Имена, образы, все перепутано, я думаю, даже злонамеренно. Вот здесь, в книжке, которая, в общем-то, самая, наверное, небольшая, чуть больше полутора сотен страниц, очень много иллюстраций, мои личные иллюстрации, подборки, сравнения. Все это сконцентрировалось в книгу вместе с множеством очень небольших, но дорогих для меня открытий. Меня изумило изучение литературы в истории древней Спарты. Во-первых, она крайне скучная, как будто эта история уже не живая, описывается как что-то совершенно омертвелое, никакой динамики в ней нет, никакой проблематики. Вот, можно сказать, перечисление фактуры без попытки проникнуть в сущность явлений. Я попытался более динамичную книгу написать и увидеть то, что не увидели профессионалы, профессиональные истории, которые прошли мимо. Очень многих деталей ну, вот, например, хотя бы одна деталь, это маска Гамемнона, которая приписывалась Гамемнону 16 век до нашей эры, Микенская эпоха. Она хранится, известное изображение, золотая маска. Здесь вот, в черно-белом варианте, вот она, маска. А рядом, рядом, посмотрите, насколько совпадает совпадает изображение по деталям. По деталям совпадает изображение из совершенно другой эпохи. Тюркский гагонат, 6 век нашей эры. Алтайские каменные изваяния. Точно такие же усики, точно такие же усики, все пропорции, буквально все, такие набухшие веки, форма носа, закрученные вверх усики, все просто один в один. И вот это перекличка эпох размахом в тысячелетия. Ее почему-то никто не заметил. Ну и много другого здесь. Есть очень много маленьких открытий. Вот. Эта книжка мне дорога именно тем, что вот эти открытия сконцентрированы вместе и представляют историю совсем не так, как она видится многим из тех, кто проходит эту историю мимо в учебниках и потом забывает и судит древние истории по фильмам, которые не имеют ничего общего с этими древними и прекрасными эпохами. Еще несколько книг я написал, но они находятся в издательствах. Не знаю, когда они выйдут. В последнее время у меня был большой интерес к древней истории. Я написал три книги. Одну чуть раньше, две написал в течение последних полутора лет. Написал обзор о римских императорах, такой апологетический, который противостоит известному сочинению Свитония, поэтому назвал Антисвитония, первые римские императоры. И эта книга тоже наполнена иллюстрациями, разными небольшими открытиями. И я надеюсь, что она все-таки выйдет когда-нибудь. И две фундаментальные книги. Я написал одну о реконструкции Троянской войны. Очень тщательный был подход. Использована масса литературы. Очень много пришлось думать. Вот реконструкция Троянской войны. Или Троянская война реконструкция. Не знаю, как будет названа в конце концов. Тоже очень много иллюстративного материала. Примерно в 300 страниц книжка. И третья книжка от Геракла до Перикла. Тоже реконструкции древнегреческой истории. Рассмотрение Геракла как исторической фигуры. Там такой есть фундаментальный раздел о древнегреческих генеалогиях до Троянской войны. Это вообще просто, я считаю, уникальное исследование. Никто почему-то этим не занимался. Но я попробовал составить огромную такую таблицу, огромную схему древнегреческих генеалогий, которые позволили сказать, что все это не вымысел. Все это действительно имеет под собой фундаментальную основу. Поэтому и то, что называют мифами, легендами, на самом деле не мифы и не легенды, а мифологизированные и легендизированные факты. Достаточно очистить от мифологического пласта древнюю историю, и она откроется такой, какой она была. По крайней мере, в тех объемах, которые нам доступны на сегодняшний день. Отчасти поможет археология как-то восстановить какие-то элементы. Но, по крайней мере, мы видим реальную историю, а не какую-то выдумку. И еще находится в издательстве книжка по миграции, которая сейчас действительно может быть актуальна. Я надеюсь, что издательство уже в этом году, в 2015, ее выпустит вслед. Но больше мне хотелось бы видеть, конечно же, издание моих исследований по древней истории. Я увлекался этой историей когда-то в юношестве, потом это все было забыто, занятие физикой, потом политологией, политической теорией. И вот я вернулся, можно сказать, у меня появились какие-то возможности, появилось какое-то внутреннее чувство, что я смогу вот в работу сделать. Я написал вот несколько таких книг, которые, я надеюсь, тоже дойдут до читателя. Да, еще среди тех работ, которые не изданы, есть еще одна книжка, тоже лежит в издательстве с массой иллюстраций. Она посвящена моему опыту и моему осмыслению боевых искусств. Я этим занимался и занимаюсь уже много лет. И те уроки, которые мне преподали замечательные учителя, сенсеи, я вот как-то в виде статей обобщал, тем более, что для того, чтобы сдать на очередной пояс, нужно было писать реферат. Вот эти рефераты я обработал иллюстративный материал и получилась книга, которую я назвал «Бусиду» и «Русский путь» по названию одной из статей, которую написал некогда, еще довольно давно. Вот эта книга тоже ожидает своего читателя, своего издателя. Я надеюсь, что она когда-либо выйдет. По крайней мере, уж этот материал точно не устаревает. У меня в работе еще есть пару книг, одна связана с русской идеологией, такая, скажем так, компактное изложение русского мировоззрения, тоже больше тезисное, чем подробное описание. И книжка, которую я называю «Немецкая идеология. Русский смысл». Немецкий систематический подход к формированию национального мировоззрения я пытаюсь использовать. Для формирования русского мировоззрения происходит такая перекличка философских культур. Эта книга, видимо, будет писаться довольно долго, и для нее пока у меня особо времени нет. Ну, где-то на треть она уже написана, основные материалы освоены. Надо все превращать в тексты, но тут тоже требуется большая мыслительная работа, не просто стучать по клавишам и нагонять листаж. Это меня совершенно не интересует. Меня интересует все-таки смысловая научная публицистика, и это действительно тоже будет научная работа, а не просто заполнение строчками из книги чьих-то мозгов. Это меня тоже не волнует. Я скорее работаю над своим интеллектом, вот какую продукцию он выдает, я пытаюсь ее оформить в виде книжных изданий. Если это будет кому-то интересно, меня это радует. Если это никому не будет интересно, ну что ж, я не буду очень сильно печалиться. Главное, чтобы вот эта продукция вышла в свет. Может быть, не нынешним поколениям она будет интересна каким-то последующим. Я все-таки надеюсь на возрождение русского интеллекта, на возрождение книжного дела, которое сейчас подавляется изо всех сил, на возрождение русской философии из-под обломков советской, социалистической и постсоветской, которая вообще уже и не философия, и не наука, и не пойми что. И ради этого я работаю, и какой-то свой вклад, я надеюсь, я уже сделал за вот те 20 лет, в течение которых выходят мои книги, и за те 25 лет, что я занимаюсь политикой, я создал также и труды, которые отражают вот этот путь России. Это тоже, я думаю, будет интересно последующим исследователям, если, конечно, Россия сохранится как государство, и русские сохранятся как нация. А вот для этого, для этого нам всем надо предпринимать максимум усилий, не уступать, не уступать свою страну тем гауляторам, которые ею правят. Поэтому я буду заниматься практической политикой, несмотря на то, что меня постоянно влечет в науку, в аналитику, в древнюю историю, в историю России. То и другое придется как-то сочетать. Буду надеяться, что и наука, и практическая политика каким-то образом друг друга подпитывают, поддерживают и не позволяют мне, моим соратникам сползти куда-то в неинтеллектуальный национализм, который не имеет в России никаких перспектив. Русская нация это нация людей читающих, людей думающих, людей переживающих за свою страну. По-другому я и не мыслю и свою работу. Я намереваюсь продолжать интеллектуальную деятельность и практическую политическую деятельность и призываю в свои соратники всех добрых русских людей.